Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с государственным инспектором по охране окружающей среды Департамента госохотнодзора по Магаданской области Бондаренко Юрием Юрьевичем. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, пару случаев, когда медведь заходил в окрестности города. Ну, в этом году у нас был не один случай, один был освещен в СМИ, то есть не один раз это на Марчикане. Медведь подошел прямо к жилым домам, то есть мы выезжали несколько раз, ставили клетку живую ловушку, пытались, то есть, зверя поймать и, соответственно, потом вывезти в дикую природу. Это у нас не получилось. Зверь вышел в ночное время к дому номер 2 по улице Марчиканской, то есть мы выстрелами вверх отогнали этого зверя, соответственно, в лесной массив. После этого случаев таких не было, именно на Марчикане больше таких случаев не было. Звери подходили еще, кроме всего прочего, это в районе Старо-Веселой был случай. Также мы выстрелами вверх отогнали зверя. В этом же году выходила медведица с медвежонком в районе Горняка, то есть на пляж, там, где у нас зона отдыха находится, вернее, лицензионный участок сейчас. Тоже с помощью звуковых сигналов, то есть автомобиля, хищников также загнали в лес. Расскажите, этим летом участились случаи встречи с медведем. Можете рассказать, что делать в этих случаях, если вот встретили медведя? Ну, во-первых, нужно соблюдать элементарную технику безопасности, если вы ходите в лес. Это именно что, то есть, если вы пришли в лесной массив, нужно осмотреться, оглядеться, то есть обратить внимание на след, то есть присутствует ли след медведя. Если это свежие следы, то есть может быть помет, соответственно, тогда желательно вообще развернуться и, соответственно, уйти. Ну, это первое, что. С собой также желательно брать какие-то или пиротехнические средства, сейчас их масса продается, то есть это какие-то петарды звуковые, то есть можно использовать баллоны специальные, может, наблюдали, это вот как у нас у футбольных болельщиков, да, то есть резкий звуковой сигнал, то есть медведь боится таких звуков резких, ну, соответственно, уходит. Ну, это как профилактика, просто с собой чисто брать. А при каких обстоятельствах с ним можно встретиться? Сейчас у нас грибной, ягодный сезон, соответственно, медведь так же, как и вы, то есть он питается, собирает все эти дикоросы, то есть, ну, в любом месте можно встретиться, даже, скажем так, вблизи города. Поэтому я почему и говорю, что нужно соблюдать меры безопасности. А если встретили медведя, вот что именно делать нужно, расскажите. Ну, первое, что ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к зверю и бежать, то есть тогда хищник вас воспринимает как объект охоты, то есть и, скорее всего, кинется. То есть что нужно делать? Опять же, это издавать громкие звуки, можно кричать там, если есть металлические предметы, соответственно, бить металлические предметы, использовать, опять же, пиротехнику, попробовать поднять над головой куртку, то есть чтобы визуально зверю казалось, что вы больше. То есть тогда, ну, уже хищники в этом случае, ну, обычно уходят. Тем более, если в это время они уже, скажем так, не голодные, поэтому с человеком им встречаться тоже, в принципе, не очень приятно, поэтому они, так думаю, уйдут. А есть какие-то законы миграции медведей? Где они обитают летом и осенью? Ну, медведь, скажем так, он территориальное животное, то есть они в основном находятся на одной территории. Мигрируют только в том случае, ну, вот сейчас в этом году у нас, сами знаете, да, у нас идут пожары, это Якутия горит очень сильно, соответственно, из-за пожаров они подходят ближе к нам, то есть Магаданскую область. А вообще так, они в основном на одной территории. Единственное, что, опять же, миграция происходит, когда медведи подрастают. То есть отпестовав, медведица отгоняет от себя особи, ну, это где-то трехлеток примерно, и они уже уходят, то есть ищут свои территории, свободные территории. Обычно берлоги закладываются медведями тоже не на один год, то есть на продолжительное время, и они стараются в одном месте обитать. А что категорически нельзя при встрече с животным делать? Ну, как я уже сказал, то есть ни в коем случае нельзя убегать от него, это первейшее, потому что, ну, как и любое животное, даже та же собака, да, может воспринять, собака может это как игру, ну, в принципе, так и медвежонок может так же побежать, да, а если это взрослый медведь, я говорю, просто человека как объект охоты воспринять. А каких еще хищных животных можно встретить у нас в лицо? Ну, хищников, скажем, таких опасных именно, ну, вблизи Магадана нет, скажем, дальше в тайгу, здесь у нас есть росомаха, то есть встречается рысь, волк есть, но довольно-таки далеко, поэтому, ну, скажем так, в труднодоступных местах, где человек обычно, ну, редко бывает, скажем. Ну, лиса выходит, но она, скажем, не такой хищник, от которого там, который может нанести урон, если, опять же, не кормить, не лезть к животному, потому что они являются переносчиками всяких заболеваний, то есть просто укусив, может нанести, скажем так, ущерб хороший человеку. Ну, а вот если, например, их встретить в лесу, что с ними, вот как с ними обращаться, что делать? Ну, как с ними обращаться? Ни в коем случае не прикармливать, ну, отогнать от себя, можно тем же звуком там как-то, не знаю, крикнуть, прикрикнуть там, главное не лезть руками к животному. Что делают сотрудники вашего департамента, когда поступают сообщения о каком-либо животном? Ну, мы стараемся на все сообщения реагировать, если есть такая возможность, то есть выезжаем, отгоняем зверя, стараемся вообще отогнать, конечно же, это первейшее, что департамент предназначен для того, чтобы мы охраняли животное, что многие люди, кстати, не понимают, что мы здесь не отстреливаем. Отстрел происходит только в крайних случаях, то есть когда уже угрозу представляет жизни и здоровье, и опять же это на охотничьих участках, то есть в охоту годьях. А проводите ли вы какие-нибудь профилактические меры? Ну, уже не первый раз, то есть выступают и в СМИ, стараемся на местах людям объяснить, то есть когда выезжаем по вызовам, опять же инструктируем обязательно же людей, то есть о поведении при встрече с дикими животными. В принципе, если вы находитесь в лесу, желательно себя обозначить, то есть громко переговариваться между собой, можно там, скажем, я не знаю, петь песни громко, можно взять с собой магнитофон, приемник, сейчас опять же масса, там телефон взять с выносной колонкой, то есть чтобы медведь вас чувствовал, слышал, и опять же не заходить в высокие кусты, то есть находиться желательно на просматриваемой местности, чтобы вы могли наблюдать, и почаще оглядываться, скажем, по сторонам. Напоминаю, что сегодня мы разговаривали с государственным инспектором по охране окружающей среды департамента госохотнадзора по Магаданской области Бондаренко Юрий Юрьевичем. Юрий Юрьевич, до свидания. До свидания, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok